Здравствуйте! События пятницы 30 января в репортаже корреспондентов Первого городского. В студии Ирина Коробко. Это время Одессы. Главные новости дня. И в этом выпуске смотрите. На дорогах, ведущих в Приднестровье, вновь появились блокпосты, а граница усилена Нацгвардией. В МС Украины провели масштабные учения в Черном море. Тещин мост может рухнуть. 40 лет он простоял без экспертиз. Это одна из четырех опор Тещиного моста. И сейчас она просто висит в воздухе. И все подробности прямо сейчас. И теперь обо всем по порядку. В МС Украины провели масштабные учения в Черном море. За несколько дней экипажи отработали широкий спектр заданий. Тренировались предотвращать диверсии, отражать воздушные атаки и удар с моря. Особое внимание уделили борьбе с огнем. В учениях был задействован флагман военно-морских сил Украины фрегат Гетман Сагайдачный. Как все прошло в нашем первом репортаже. Учения проходят в открытом море. Начинают тренировку с предотвращения диверсий и отражения воздушных атак. По легенде, границу Украины нарушает самолет Ан-26. Главная задача – научиться отбивать агрессию с моря. На поверхность воды всплывают мины. Работает артиллерия фрегата «Гетман Сагайдачный». Внезапно на борту возникает пожар. Команда бросается его тушить. Десять человек работают слаженно. С задачей справляются без проблем. Складно. Дуже. В костюме в этом майже ничего не видишь. За время учений военные моряки отработали широкий спектр заданий. Личный состав справился. Командиры довольны. Говорят, это были самые масштабные учения после передислокации ВМС из Крыма в Одессу. Вадим Шпаченко, Игорь Филиппов, Первый городской. Сибиризу 2015 быть. Несмотря на войну на Донбассе, в этом году в Черном море, как обычно, пройдут международные морские учения. Командование уже к ним готовится. В Одессе провели конференцию по организации учений. Окончательный список стран-участниц пока не огласили, но точно известно, что после многолетнего перерыва будут задействованы ВМС Греции и Болгарии. Особенностью Сибириз-2015 станет работа военных моряков с другими силовыми структурами Украины. На этой конференции мы работали с представителями Национальной гвардии Украины, которые принимают участие в нашем научении. Мы работали с милицией Одесского региона, которые также имеют намерение принять участие в научении в некоторых эпизодах. Нацгвардия на границе. На дорогах, ведущих в Приднестровье, вновь появились блокпосты. Охрану кордона с непризнанной республикой усилили бойцами, которые вернулись из зоны АТО. Теперь они патрулируют территорию вместе с пограничниками. Главная задача – не допустить вооруженного конфликта, провокации незаконного проникновения в Украину диверсантов со стороны Приднестровья. Как охраняют границу бойцы Нацгвардии, видел Юрий Гальченко. Трасса Одесса-Террасполь. Блокпост в нескольких километрах от пункта пропуска Кучурган. Здесь дежурят хорошо вооруженные бойцы Нацгвардии. Проверяют машины на наличие запрещенных или контрабандных предметов. Эти бойцы вернулись по ротации из зоны АТО. После небольшого отдыха их перебросили на усиление границы с Приднестровьем. С обеспечением проблем нет. Это подразделение снабдили не обычными палатками, а автономными спецмодулями. В модуле, проще говоря, вагончики. Койки смежные в два яруса, но есть вешалки, телевизор и место для хранения оружия. А главное – тепло. Не успели гвардейцы обустроиться, как уже завели друзей. Бойцы тут уже больше недели успели пригреть двух будущих охранников. Еду готовят с учетом на них. Насгвардию сюда перебросили на помощь одесским пограничникам. Всего около 500 человек. Кордон с непризнанной республикой теперь патрулируют смешанные отряды. Сами пограничники – помощь рады. Патрулирование проходит с учетом знаний и навыков, полученных в зоне боевых действий. Теперь гвардейцы передают этот опыт бойцам, которые еще не успели побывать на Донбассе. Юрий Гальченко, Андрей Кульба. Первый городской. Канадскую гуманитарную помощь готовят к отправке в зону АТО. Всего около 50 грузовиков. Это форма, перчатки и берцы. Основная часть обмундирования предназначена для мобилизованных украинских военных, а также для бойцов на Донбассе. Волонтеры говорят, теперь качественной формы хватит на всех. Главное, чтобы распределение проходило честно и прозрачно. Все попытки воровства и перепродажи гуманитарки постарались предотвратить. Контейнеры запломбированы, а склады опечатаны. Без нас ни один человек, ни Министерство обороны, никто зайти на эти склады не может без волонтеров. Мы стараемся максимально. То есть четыре составляющих, где могло бы что-то пропасть, мы уже исключили. Прямо сейчас в Одесском военном госпитале лечится около 200 бойцов. Среди них больше 20 киборгов из Донецкого аэропорта. За время проведения антитеррористической операции в госпитале вылечили уже 2000 солдат. Поступают в основном с осколочными ранениями. После лечения защитники Украины проходят курс реабилитации в санаториях. Врачи говорят, многие бойцы нуждаются в психологической помощи. Превалируют тяжелые увечья, тяжелые, серьезные, калечащие огнестрельные ранения. И преобладает в подавляющем большинстве случаев осколочные ранения. Особенно в последнее время. Это осколки от мин, от снарядов, от реактивных ракет с системой залпового огня, подрывы и так далее. Первые мобилизованные жители Одесской области отправились в учебные части. Следующие несколько месяцев они будут осваивать военные профессии, а потом некоторым предстоит отправиться в зону АТО. О том, с каким настроением будущие защитники Украины покидали Одессу, наш следующий репортаж. Киев, Полтаву и Львов. Первые мобилизованные из Одессы отправляются в учебные части. Почти все – бывшие военнослужащие. Перед отправкой – на путствие от военкома. Чтоб вернулись в Одессу, мы вас будем ждать, будем вас поддерживать, будем вам помогать через год целыми и невредимыми. Слава Украине! Слава Украине! Они получат соответствующий опыт, пройдут боевое слаживание, их закрепят за боевыми подразделениями и они проведут замену тех ребят, которые уже больше года воюют и им надо передохнуть. После построения мобилизованным дают возможность попрощаться с близкими. Родные крепко обнимают будущих бойцов. Вновь увидятся не скоро. В учебные части мобилизованные отправляются на поездах. Впереди у каждого из них месяцы тяжелой службы. Некоторым вскоре придется отправиться в зону боевых действий. Но настроение у всех боевое. Я буду защищать свою... Я здесь родился. Это каждый камешек мой. И я буду защищать свою родину. Потому что я здесь родился. Это моя родина. В этом году они одними из первых отправляются в учебные части. Всего около ста человек. В целом в течение ближайших трех месяцев военную форму наденут около четырех тысяч жителей Одесской области. Катерина Ерска, Игорь Филиппов, Руслан Пейков, Первый городской. И это новости. В киевской больнице умер Александр Маламен, один из пострадавших в результате взрыва кафе в Измаиле. 19-летний мангальщик получил ожоги 85% тела. Врачи боролись за жизнь парня 20 дней. Он перенес несколько операций, но утром 30 января его организм не выдержал. Напомню, ЧП случилось 11 января в центре Измаила. В одном из кафе по очереди взорвались два баллона с бытовым газом. После первого взрыва начался пожар. Александр Маламен героически бросился на помощь двум работницам кафе, которые пытались выбраться из огня. В этот момент взорвался второй баллон. Один человек погиб, второй в больнице. Жуткая авария случилась в ночь на пятницу в районе Клеверного моста. ВАЗ столкнулся с Тойотой. По словам очевидцев, водитель Жигули решил обогнать фуру, но из-за плохой видимости не увидел едущую навстречу иномарку. Подробно о ночной аварии расскажет Максим Шпат. Авария произошла поздно вечером. ВАЗ двигался в сторону Клеверного моста. Судя по записи с камер видеонаблюдения, водитель решил обогнать фуру. Начал маневр и тут произошел удар. Автомобиль столкнулся с едущей навстречу Тойотой. Иномарку закрутило и выбросило с трассы. Люди говорят, что вроде бы как Жигули пошло на обгон фуры и, собственно, столкнулись с Тойотой. Тойота после этого вылетела на заправку, ее там затушили, чтобы не было, не дай бог, взрыва. В ГАИ говорят, скорость обеих машин была немалой. От этого и последствия серьезные. Обломки разлетелись больше, чем на 50 метров. Но самое страшное – погиб человек. В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ, мужчина, 36 лет, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Управлял автомобилем Тойота Камри водитель 19 лет. У него закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальцев ног. Обе машины не подлежат восстановлению. В автоинспекции говорят, эта авария – яркий пример того, что цена за нарушение правил дорожного движения может быть очень высокой. Максим Шпат, Олег Шпак, Первый городской. Милиция задержала автобусных воров. Двое 30-летних мужчин промышляли кражами в одесских маршрутках. Взяли воришек с поличным, когда они пытались вытянуть у пассажирки мобильный телефон. Оказалось, что оба уже ранее судимы. Ведется следствие. Задержанных подозревают в совершении еще ряда таких же грабежей. Им грозит до трех лет тюрьмы. Просим обратить ваше внимание, особенно женскую часть населения, а также граждан преклонного возраста, за тем, чтобы внимательно и бдительно следить за своим имуществом, находясь в общественном транспорте, а также маршрутных такси. Бороться с терроризмом вместе. Чтобы скоординировать действия, Национальная гвардия, патрульная служба милиции и представители гражданских формирований провели общее построение на Куликовом поле. Обычно инструктажи проводятся в райотделах, но пока в Одессе продолжается антитеррористическая отработка, все должны работать слаженно. Помогать призывают и гражданских. Милиция просит сообщать о подозрительных людях, замеченных на улицах города, а также обращать внимание на автомобили и предметы, которые длительное время находятся в местах массового скопления людей без присмотра. Сегодня на территории города и области проводится оперативно-профилактическая отработка. Задача ее – профилактика терроризма на территории региона и в отношении жителей города и области. Есть определенные результаты, о них говорит статистика, есть задержание и оружия, и взрывчатых веществ. И самое главное, что мы фиксируем сегодня снижение практически в два раза количества преступлений, которые совершены на улице. Тещин мост может рухнуть. Сейчас конструкция держится только на трех опорах. Землетрясение объект не переживет. Чиновники решили проверить техническое состояние одного из самых известных сооружений Одессы впервые за 40 лет. На чем держится Тещин мост, проверяла и наш корреспондент Валерия Наумова. Вот так конструкция выглядит с высоты птичьего полета. По Тещиному мосту Одесситы ходят уже 45 лет, с 1969-го. Правда, с военного спуска на него открывается совершенно другой вид. Например, на одной стороне в глаза бросается ржавый металл и деформация опорных стенок. На другой картина еще страшнее. Мусор, грязь, творчество уличных художников – это не проблема, а скорее антураж этого полузаброшенного места. Это одна из четырех опор Тещиного моста. И сейчас она просто висит в воздухе. Под ней образовалась пустота, а это значит, что полноценно поддерживать мост опора уже не может. Да и сами укрепления склона, украшенные яркими надписями, в трещинах. Эксперты говорят, этот участок в оползневой зоне. Грунт проседает вместе с конструкцией. А еще за 40-летнюю историю Тещин мост подтяжелел. Его перила стали выше, а влюбленные пары то и дело обвешивают его замками. Казалось бы, мелочь. Это, естественно, утяжелили сами конструкции. Естественно, давление на основание грунта было больше. Естественно, фундаменты, возможно, не были рассчитаны на эту нагрузку. Посчитали, сколько же нагрузки было на дополнительные. И оказалось, только одна сторона, одна сторона, порядка одной тонны. Ученые говорят, при малейшем землетрясении объект может серьезно пострадать или даже рухнуть. Но это только предположение. Техническим состоянием моста долгое время никто не интересовался. Я видел снимки, которые показывают огромное количество трещин. Какой уровень сейсмического воздействия это сооружение выдержит? Ответить на этот вопрос можно, только проведя паспортизацию. И тогда можно сказать, но я подозреваю, что семибального воздействия этот мост не выдержит. Правда, на последнем заседании с полкома горсовета чиновники решили назначить проверку и убедиться, действительно ли сооружение безопасно. Проводилась экспертиза одной из специализированных организаций, которая обнаружила, что все опоры имеют какие-то подвижки. Подвижки не критические. Мост можно эксплуатировать. В мэрии говорят, в случае необходимости готовы выделить деньги на ремонт тещиного моста. Сколько денег может понадобиться, неизвестно. Валерия Наумова, Светлана Меркулова, Евгений Руденко, Эдуард Шендерович. Первый городской. Одесситы объединяются, чтобы бороться за сохранение памятников архитектуры и исторического облика города в целом. Там активисты основали общественную организацию под названием «Мой дом Одесса». Первым шагом к ее созданию стал одноименный авторский телепроект Якова Гопа, который выходит на нашем телеканале. Во Всемирном клубе одесситов прошло первое заседание. Активисты знакомились и решали, как именно они будут спасать архитектурное наследие города. Здесь собрались очень достойные и очень профессиональные люди. Мы обсуждаем сейчас ряд вопросов, каким должны будут выглядеть общественные организации в дальнейшем, кто чем будет заниматься. Здесь уже присутствуют люди, которые ответственны за тот или иной объект исторического наследия, которые работают в этом направлении, пытаются добиться правды. Дождались общественные слушания по проекту благоустройства и реконструкции трассы здоровья, наконец, состоятся. Они запланированы на воскресенье, 1 февраля. Проведение слушаний инициировали гражданские активисты. Они же призывают одесситов не оставаться в стороне. Принять участие в обсуждении может каждый желающий. Мероприятие пройдет в актовом зале 2-го корпуса обл. администрации на Канатной 83. Регистрация участников начнется в 11 часов утра. Будет решаться вопрос о том, какая будет ширина трассы здоровья. Нужны ли дополнительные пешеходные беговые дорожки. Как можно сделать так, чтобы при реконструкции трассы здоровья не слезались деревья. Будем говорить о том, что необходимо озеленять парк юбилейный. Мы хотим, чтобы это была парковая зона. Мы хотим, чтобы там не было автомобильного движения. Мы хотим, чтобы трасса здоровья, чтобы во всех, на всех стадиях и во всех проектах закрепился за ней статус пешеходной аллеи с велодорожкой. Но просто пешеходной аллеи. Мы хотим, чтобы туда был запрещен въезд транспорта. Активисты также инициировали проведение общественных слушаний по работам на лонжероне. Они запланированы на 8 февраля. Напоминаем, поучаствовать в обсуждении благоустройства родного города может каждый неравнодушный одессит. А мы заканчиваем. В субботу в 19.00 Виталий Милевич подведет итоги последней январской недели. А я желаю вам приятных выходных и прощаюсь на неделю. С понедельника в этой студии будет работать мой коллега Олег Соловкин. Увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова